С победой. Хочу поздравить сначала команду соперника. Ну что, каким будет комендарь. Игра была примерно одинаковая по содержанию, по результату. Я думаю, что мы не наиграли на поражение. У нас должен был быть все-таки более лучший результат. Первый мяч, который был забит в начале игры, я не скажу, что он повлиял на содержание и вообще на игру. Вот. Команда успела, смогла перестроиться, собраться. Забили мяч. Могли забить еще. И те моменты, которые создавались, они требуют как гораздо большего процента реализации. Но большое, так сказать, можно большее отдать вашей команде в том, что помог очень сильно в этом. Дважды сыграл. Удачно. Даже три момента он очень удачно сыграл. Ну, наша молодая команда, которая существует в небольшом процессе времени, еще требует много-много шлифовок, много-много подготовки и все вопросы, которые возникают. Это говорит о их молодости. Посмотрите, протокол матча везде. Поэтому, конечно, мы стараемся не делать, но это стирково. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот. В принципе, у нас есть. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Комментарии появились? Ну, прежде всего, я хотел бы начать с того, что мне очень-очень сильно понравился наш сегодняшний соперник. Молодые ребята. Аланья, я так думаю, что республику ждет неплохое будущее в футболе. Потому что Аланья продемонстрировала такой, знаете, раскрепощенный футбол. Технически очень хороши футболисты. И видно, что на поле они не работают, а с большим удовольствием играют. Это вот я хотел бы отметить. И поэтому, конечно, в каких-то эпизодах нам было очень тяжело. Очень тяжело. Потому что у нас как раз наоборот имеются сегодня, в этот период, имеются проблемы именно с раскрепощенностью. Отсюда такое количество нелепых действий, что здесь футбольные слова не помогают, не помогут. Это надо пережить, это надо перетерпеть. Если, говорите, результаты, да, я доволен результатом и фрагментально доволен эпизодами игры, да. Справедливо это или нет по результату. Аланья тоже создала ряд опасных моментов. Нас вратай вкручивал два раза. Но это тоже пирог команды, да. В то же время мы не использовали несколько атак, которые должны были хотя бы логические. И если не голом, то очень опасной ситуацией закончится. Там где-то штанга, там какие-то попали. Наверное, где-то законодательства. Вот такие. Персонально ни о ком не хотелось бы говорить. Да, есть ряд игроков у нас, которые не в лучшем состоянии. Это связано прежде всего, что они буквально там месяц назад пропустили важную часть нас Бог и ввиду болезни. Это мы все видели. Это мы все знаем. изобъективно. Нам нужна была очень победа. Ребята старались. Старались. Хорошо, что так закончилось. Но повторюсь, что команда соперников полагает. Мне очень понравилась. Наверное, если понятно, что на них сейчас не давит ничто психологически, там, турниры, там, очковые, там, это все понятно. То, что в Осетии всегда умели играть в футбол, это даже не обсуждается. А это видно просто, просто видно по футболистам, насколько... Я еще раз скажу, два-три года эти же ребята, они до премьер-линии всегда растут. Ну, хотелось бы, чтобы в Солане вместе. Сергей Александрович, если анализировать игры официального, сыграли, прогресс можно какой-то отметить? Ну, сегодня в нашей команде какой прогресс? Что мы вроде бы не провалили, как бы, начало игры, не провалили. С другой стороны, порадовало то, что это тоже полезно в футболе, да, умеет терпеть, что где-то через немогу, там, это сегодня было видно, и за это я поблагодарил футболистов, да. Ну, проблем все равно много, очень много проблем, но они в двух областях кроются. То, что мы можем лучше играть, это однозначно, но не в двух областях, где-то, где-то ряд игроков еще не в оптимальном состоянии, и второе, оно одно из другого вытекает, да, вот это вот неуверенность в себе, я не люблю слово психология, это даже не психология, ну, неуверенность в себе, просто надо поймать свою игру, вот, да, вот, и осознанно, осознанно эту игру проповедовать на поле, а не так, что когда тренер говорит, а когда осознанно игрок начинает, начинает расти, тогда команда, когда ты меньше работаешь, больше играешь, трудиться-то надо всегда, ну, вот так. Быстрый гол помог раскрепоститься? Я очень не люблю быстрые голы, вот не люблю и все, потому что очень часто быстрые голы, они зло шутку играют, это очень часто, но я не к тому, что я против быстрых гол, ну, мы достаточно быстрые ответы получили, но опять наша старая проблема, мы абсолютно не научились, хотя все время об этом говорим, мы не научились играть при стандартах, при оборудовании, вот не научились и все. Поэтому я очень так переживал, когда несколько штрафных, вот уже в добавленное время было, это, ну, там, может быть, неудачно поданные были соперникам мячи, а так я очень переживал именно, знаете, эпизод. Нет смелости, да, смелости и наглости, что определенные. Но, тем не менее, я хочу выразить благодарность и поздравить соперника с наличием такой команды. Учитывая ее, наверное, самая молодая команда, вот, учитывая ее возраст, я просто приятно удивлялся. Да, ошибки у всех есть, и у нас, и у них, и у нас, 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 и у нас. То, что ребята амбициозные, и они с каждым годом будут очень сильно развивать.